Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об особенностях выращивания домашних биопрепаратов из стандартных вот таких вот коммерческих упаковок, которые вы можете приобрести в садовых огородных магазинах с целью использования у себя в саду и в огороде. Мы неоднократно говорили о том, что применение бактериальных препаратов должно быть систематическим. Под чем это связано? Это связано с тем, что окружающая среда вытесняет вот эти полезные бактерии и грибы, которые мы вносим в виде биопрепаратов из окружающей среды, из нашего огорода, и их действие становится менее эффективным со временем. В этой связи мы должны буквально еженедельно повторять, повторять, повторять обработки, особенно если мы боремся с такими опасными заболеваниями томатов, например, как кладоспориоз или фитофтороз, или корневыми гнилями огурца, или другими болезнями. Именно поэтому на нашем канале мы неоднократно говорили о том, что выращивание биологических препаратов в домашних условиях является очень хорошим подспорьем для того, чтобы не экономить на внесении биопрепаратов, вносить их обильно, вносить их регулярно, именно так, как это и необходимо делать, чтобы они показали в полной мере всю свою эффективность. Среди множества рецептов, которые мы даем по приготовлению биопрепаратов, наиболее простым является использование обыкновенной воды с добавлением жидкого удобрения для цветов. Мне нравится белвита универсальная, в нем есть все необходимые элементы минерального питания, большинство бактерий, которые находятся в основе современных биопрепаратов, а также с добавлением источника энергии, в качестве которого можно использовать обыкновенный сахар в количестве примерно чайная ложка на литр воды, от чайной до столовой ложки на литр воды. В принципе, такую концентрацию сахара все испытанные нами и рекомендуемые биопрепараты вполне хорошо выдерживают. Я сейчас буду рассказывать вам о том, как должны выглядеть биопрепараты, полученные дома, какие у них должны быть характерные отличительные признаки и как определить, получился биопрепарат или не получился. У нас здесь присутствует несколько биопрепаратов различных групп. Мы их объединим вместе и будем говорить о них такими группами. Большую группу биопрепаратов составляют биопрепараты на основе сенной палочки. Это очень хорошо изученная и распространенная в природе бактерия, которая выделяет антибиотические вещества, ростостимулирующие вещества и является основой таких препаратов, как фитоспорин, как бактоген и многих других. Отличительной особенностью этих препаратов является то, что сенная палочка является активно дышащей бактерией. В этой связи, в зависимости от интенсивности нарастания и благоприятности условий, бактерии на поверхности жидкости могут формировать особого вида пленочки. Эти пленочки могут обладать большим или меньшим блеском, могут быть сплошными или такими островками находиться на поверхности жидкости, либо же может образовываться вот здесь вот на границе жидкости и воздуха вот такое вот, как бы сказать, колечко, такой налётик на стеклянной посуде, как в моём случае. Итак, если вы выращиваете фитоспорин, то после того, как вы заселили небольшое количество бактерий, на самом деле хватит чайной ложечки стандартного биопрепарата на литровую банку раствора. Так вот, после того, как вы заселили и провели культивирование примерно в течение недели, фитоспорин должен выглядеть вот таким вот образом. У него на поверхности может образовываться плёночка, также будет обязательно вот такое вот характерное колечко, а кроме того, на дне будет образовываться толстый осадок бактериальной массы. При взбалтывании эта бактериальная масса будет взмучиваться и, ну, вот такими характерными хлопьями носиться тут внутри вашей посудины. Запах у фитоспорина приятный, немножко пахнет квасом, такой немного даже как бы кисломолочный, ну, квасиком пахнет. Это характерный запах для сенной палочки. Если вы культивируете в картофельном отваре, то, конечно, запах будет немножко другой, может появляться аммиачный запах, более резкий запах, но в любом случае его нельзя назвать неприятным. Никакого газообразования, то есть никакого бурления, никаких пузырьков, никакой пены на поверхности быть не должно. Если что-то такое вы заметили, отметили, это лишь означает, что в вашу систему выращивания домашнего препарата скорее всего попали дрожжи. Если это бурление является незначительным и быстро пропадает, ну, то ничего страшного. Это означает, что дрожжи начали развиваться, но сенная палочка взяла верх и стала развиваться самостоятельно и подавила всю остальную микрофлору в вашей системе. Если же вы наблюдаете газообразование и спиртовой запах в течение нескольких дней, то лучше всего вам просто разбавить ваш препарат на ведро воды литр вашего препарата и полить цветочки. Опасности никакой не будет, но и защитного действия биопрепарат оказывать тоже не станет. В общем-то, все то же самое характерно и для биопрепарата, который называется бактоген. Он также делается на основе сенной палочки, но рост его гораздо-гораздо активней, чем у препарата фитоспорин. Штамм, который входит в состав этого препарата, является очень активным, очень агрессивным, очень хорошо растет, очень хорошо конкурирует с другой микрофлорой за место, так сказать, ну не совсем под солнцем, но и под солнцем тоже, но и в земле, и конкурирует за ресурсы, тем самым не позволяет также развиваться патогенной микрофлоре. И, конечно, он выделяет большое количество ростостимулирующих и антибиотических веществ. Когда вы размножаете бактоген, если вы его добудете, это будет просто подарком для вас, вы увидите, что он очень активно формирует пленочку на поверхности жидкости. Ну а при первой закваске жидкость приобретает вот такой вот цвет. Связано это с тем, что сама вот это, сам препарат, сама культуральная жидкость содержит очень много активных веществ, ростовых веществ, и она сама темно-коричневого цвета. В итоге даже добавление небольшого количества закваски в такой вот раствор придает ей вот такой вот цвет. Конечно же, делается раствор мутным, также выпадает небольшой осадок хлопьевидный. Если вы регулярно взмучиваете вашу банку, то количество осадок увеличивается, потому что система аэрируется, насыщается воздухом, и таким образом вы способствуете росту этих бактерий не только на поверхности, но также и в толще. Другая группа биопрепаратов относится к биопрепаратам без бацилл. Здесь у меня также две группы биопрепаратов еще представлено. Это фосфат-мобилизаторы и это азотфиксаторы. О фосфат-мобилизаторах и азотфиксаторах мы говорили в наших выпусках, поищите эту информацию, довольно любопытно. Ну а сейчас поговорим, как выглядят биопрепараты. Запах препарата такого как фосфовит, ну такой довольно резкий, но тоже довольно приятный. Самого оригинального препарата. Пахнет он средой для культивирования. Также при добавлении его в качестве закваски, немножечко приобретает такой бледно-кремовый цвет сама среда, а также рост идет очень активный бактерий. Но бактерии совершенно не образуют никаких на поверхности пленочек или колец, или каких-либо налетов. Весь рост идет внутри, в толще вашей среды, вот этой вашего раствора, и на дне накапливается мощный осадок бактериальной массы. Также нет никакого пузырения, нет никакого бурления, никакой газ не должен здесь выделяться. Запах практически отсутствует. Ну, такой довольно приятный, характерный, но практически очень слабый, практически отсутствующий. Препараты на основе азотфиксирующих бактерий. Вот препарат такой, азотовид. Он содержит в себе интересные бактерии, собственно говоря, одну. У нее очень интересный, характерный рост. Рост здесь идет потолще. Толще вашего раствора мутнеет, а вот самая верхняя поверхность остается прозрачной. То есть бактерии имеют склонность активно оседать на дно. Накапливаются на дне, накапливаются в толще. Готовый биопрепарат выглядит просто как мутная жидкость. Также нет никакого бурления, никакого пузырения и никаких образований на поверхности. Запах исходного биопрепарата довольно неприятный и пахнет таким застарелым силосом. Когда, если где-то вот в деревне или где-то недалеко от города открывают силосную яму, то вы почувствуете вот такой вот характерный запах. Ну, запах готового биопрепарата является гораздо слабее. Нельзя сказать, что он неприятный. Скорее можно сказать, что запах вот этого коммерческого препарата в большей степени обусловлен запахом самой среды, но не запахом самих бактерий. И еще один биопрепарат, о котором я хочу сказать, это азофит, выпущенный под маркой Биомастер М4. Он содержит такие азотофиксирующие бактерии, как азотобактер, мы о них тоже неоднократно говорили. Рост этого биопрепарата также происходит по всей толще жидкости. Представляет из себя биопрепарат мутную жидкость с осадком, без какого-либо бурления. Запах биопрепарата немножечко напоминает молочную сыворотку. Довольно приятный запах. Ну, а запах исходного препарата более резкий и пахнет средой, но нельзя тоже сказать, что он такой категорически неприятный. Итак, препараты на основе сенной палочки имеют характерный рост на поверхности жидкости с образованием таких пленочек. Препараты фосфатомобилизующих бактерий, азотофиксирующих бактерий растут преимущественно в толще с образованием осадка, без какого-либо бурления. Ещё раз повторюсь, что бурление может свидетельствовать о том, что там у вас завелись дрожжи. Лучше всего вам переделать ваш препарат. Что ж, я желаю процветания вам и вашему дому. На этом прощаюсь с вами. Задавайте свои вопросы на портале процветок.ком. Буду всегда рад на них ответить. Всего хорошего. Ну, а в виде бонуса к этому выпуску я хочу вот вам что показать. Конечно, после наших роликов на канале Процветок о том, что можно выращивать биологические препараты для защиты растений в домашних условиях, в твёрдой фазе, на зерне, на крупе, начали появляться какие-то клоны, какие-то эксперименты. Другие блогеры начинают об этом рассказывать. Немного обидно, конечно, что они не ссылаются на первоисточники, но, в принципе, зрители уже хорошо знают наши выпуски и понимают, откуда растут, так сказать, ноги. И приходится иногда слышать ответы от блогеров, что нет, мол, в жидкой фазе триходерму растить нельзя, где это видано, чтобы триходерма росла в жидкости. Это только бактерии растут. Ну вот, посмотрите, в жидкость, в питательный раствор были засеяны таблетки глиокладина. Они здесь буквально в первые же сутки дали рост, а, посмотрите, на седьмые сутки уже образовался вот здесь вот на поверхности вот такой вот мицелий, смотрите, о, видите, такой как медузка. И, мало того, уже началось спорообразование вот такими островочками. И вот посмотрите, как вот здесь уже триходерма дает споры характерного цвета, зеленоватого, еще через неделю здесь все будет усыпано этими спорами. В результате мы получили пол-литра превосходного препарата. Стакан этого препарата, он будет содержать и мицелий, и споры триходермы, и активные вещества. Все-все-все полезное триходермы он будет содержать. Буквально стакан на ведро воды, как следует перебаламутить этот раствор, и можно поливать рассаду комнатные растения, опрыскивать все растения для профилактики и лечения болезней, в отношении которых триходерма является активной. Что ж, рекомендую вам этот способ. Если у вас не получается на зерне, если у вас не получается на трубях, вы можете вполне использовать и этот метод. На этом я с вами уже действительно прощаюсь в этот раз. Всего хорошего! Субтитры подогнал «Симон»!